Blender 2.91 и хочется в этом ролике попробовать именно риг червяка. Также вот раньше пробовал именно змею сделать таким же образом. Вот такой червяк это The Brush The Sphere. На скорую руку взял так покрасил. Давайте рассмотрим как выглядят именно кости. Был у меня на канале ролик по растяжению. Ну принцип тот же. Так. Shift-A. Добавляем Single Bone. Ставим опять же видимость во viewport in front. Так. End панель Screencast A, чтобы видеть что. End. И давайте зайдем теперь в Edit Mode. В Edit Mode вот это все. Косточку перекручиваем вот так. А английское выделяем и можно с помощью умов чтобы ровно вот где-то к голове вот так ее подводим. Так я поближе вот так поставлю. Теперь выбираем верх кости и можно все это дело уменьшить. Где-то вот так. Теперь делаем Е. Экстрадируем косточку. Немножко ее можно уменьшить. У меня несимметричный вот этот глист. Е. Маленькую косточку вытягиваем. Е теперь большая кость идет. И Е опять же маленькая. В принципе вот так все это дело выглядит в костях. Если сейчас мы переключимся на BeBone. То кости выглядят вот таким вот образом. Итак. Вот эту косточку отсоединяем Alt-P Clear Parent. Вот эту косточку отсоединяем Alt-P Clear Parent. И Alt-P добавляем Disconnect Bone. Теперь мы можем вот поднимать ее вот так. Теперь нужно вот эти косточки подразделить на сегменты. Это заходим на стройку кости. Находим Bendy Bone. Так и сегменты. Вот они. Поставим побольше их. Ну 12. И тут пусть будет 10. Ну такая вот получилась штукенция. Теперь Shift-A. Добавляем косточку. Ее уменьшаем. Выделяем. И где-то вот здесь вот внизу подставим. Вот так. Теперь выделяем. Вот эту кость через Shift. Вот эту маленькую. И вот эту. И прикрепляем ее вот к этой кости. Она будет у нас основная. Нажмем Ctrl-P. Сочетание клавишки Offset. Теперь заходим в Post-Mod. И нужно вот эти вот косточки настроить. Связь. Выделяем вот эту косточку через Shift. Вот эту. И нажимаем Ctrl-Shift-C. Сочетание клавиш. И жмем вот это растяжение. Так. И эту косточку тоже с этой косточкой. Ctrl-Shift-C. Растяжение. Ну вот. Риг готов. Теперь нужно его связать. Вот с этим червяком. Выбираем червяка. Выбираем косточки. Ctrl-P. With Automatic Widget. Делаем связь. Теперь выбираем только косточки. И заходим в Post-Mod. Ну и попробуем какую-нибудь анимацию. Так. Вот это вот первая поза. Прописываем A и локация, ротация. WalkRot. Теперь мотаем таймлайн. И чтобы у нас появились вот 5, 10, 15. Теперь на 5 кадр переключаемся. И поднимаем вот этого товарища. Вот таким вот образом. Можно косточку немножко даже перекрутить. И G подтянуть хвосту так. А и лок, рот. Смотрим, что получилось. Вот. Уже происходит движение. Десятый кадр. Так. На десятом мы вот это дело. G голову отводим подальше. Тело подтягиваем к нему. И прописываем А и лок, рот. Смотрим, что получилось. На пятнадцатом кадре, или можно даже пораньше, где-то на тринадцатом, подтянуть хвост. Здесь вот можно на пятнадцатом. Еще немножко G. Это тоже G, R. Выровнять. И G. Подтянуть хвост. Вот так вот. А и лок, рот. Смотрим, что получилось. Ставим пятнадцать кадров. Вот так вот движется червяк. Если его зациклить на месте, то можно его по пути потом пускать. Вот, допустим, делаем, каким образом, опять же, повторюсь. Теперь мы вот это вот на пятом кадре оставляем. Он на центре находится. На десятом кадре выбираем MOV. И на десятом кадре можно его вот сюда вот подтянуть. Перепрописываем А и лок, рот. И на пятнадцатом кадре тоже вертаем его на центр. А, и лок, рот. Смотрим теперь, что получилось. Как будет анимация зациклена. Вот на месте. И теперь по пути, если мы его пускаем, то будет он так вот продолжать двигаться, куда вам нужно будет. Вот такая штукенция. Вот этот способ можно еще применить к осьминогам. Вот такая штука. Не на весь щупальца, а, допустим, где-то на кончиках. Чтобы можно было мягче все это дело с прилипанием куда-то его вести. Все. Всем пока. До свидания.